Здравствуйте, полиция, по группам очереди, Шетерин, Грёвский отдел. Вверх откройте, пожалуйста. Эпидемиологический десант готовится к транспортировке двух нижегородцев, которых суд обязал пройти принудительное лечение. Специально звонят в квартиру соседям, чтобы те открыли дверь. Перед входом в квартиру, где, возможно, находятся зараженные коронавирусом люди, врачи медицины катастроф, полицейские и сотрудники Роспотребнадзора тщательно готовятся. Надевают перчатки, маски и даже спецкостюмы. Карета скорой помощи уже стоит готова и прямо перед дверьми подъезда. Сотрудники пришли исполнять решение Преокского районного суда. Несмотря на опасность для собственного здоровья, ведь неизолированные зараженные могут быть опасны для других людей. Когда спецслужбы попадают в квартиру, женщина сначала пытается отпираться. Это жалобу? Написать? Конечно. Это ваше право абсолютно. То есть на данный момент есть решение суда. Вскоре нижегородка сдается и перестает оказывать сопротивление. Ее вместе со свекром медики в спецкостюмах выводят из квартиры. Во время процедуры исполнения решения суда граждане сопротивление сотрудникам правоохранительных органов не оказывали, добровольно проследовав спецавтомобиль медицинных катастроф, после чего были доставлены в место госпитализации. Суд принял решение поздним вечером 25 марта. Уже на следующее утро была проведена эта спецоперация. 55-летняя нижегородка и ее 83-летний свекр были доставлены в инфекционную больницу. Напомним, все началось с того, что житель Нижегородской области вернулся из Германии, а через 11 дней его доставили в инфекционную больницу, где подтвердили заражение коронавирусом. До этого он проживал в квартире вместе со своей семьей, женой и 83-летним отцом. Их протестировали, анализы оказались отрицательными. Однако от дальнейших тестов и госпитализации они отказались, якобы из-за боязни за свое здоровье. Также доподлинно неизвестно, соблюдали ли они меры карантина и изоляции. Представители надзорного ведомства считают, что контактировавшие с инфицированным человеком люди нуждаются в более тщательной проверке, которую можно провести только в больнице. Поэтому дело и дошло до суда. Стоит отметить, что это один из первых подобных судебных процессов на территории Российской Федерации. Сейчас данные нижегородцы находятся в изоляции и под наблюдением врачей. Также отметим, что накануне в парламент был внесен законопроект об ужесточении и наказании за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Он предполагает, что виновному будет грозить штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Также его смогут лишить прав занимать определенные должности на срок до трех лет, либо лишить свободы на три года. За нарушение карантина по коронавирусу в России к ответственности привлекли уже более 500 человек. Даниил Воронов, Алексей Калякин. Время новостей. Даниил Воронов, Алексей Калякин.